Доброе утро, Ариэль! Доброе утро! Будем надеяться, что она добрая. Сегодня у нас 30 октября 2023 года. Начались неожиданные ночные вечерние события вчера в Дагестане, которые, в принципе, были, на мой взгляд, отголоском Большого собрания Эрдогана в Турции. И я думаю, что как раз вам есть что сказать. Вы хотели что-то сказать евреям, чтобы они были готовы. Вот эти, Асады, вот эти вот приземлились. На борт, быстро все на борт! На борт, быстро все на борт! Да, действительно, мы видели вчера события в Дагестане, которые очень многих поразили. Потому что тут стоит отметить, что евреи в Дагестане живут на протяжении двух тысяч лет практически. Ну, чуть меньше, там, 1850 лет существует еврейская община в Дербенте. 1850 лет. Поэтому, конечно, отношение между местным населением и евреями всегда в Дагестане было хорошим. Всегда. И тут именно такое произошло. И это произошло именно в Дагестане. То есть можно было предположить, что это произойдет в каком-то другом месте. Ну, допустим, в любое другое место. Скажем, там, Ростов, Северный Казахстан, Сочи или где-то еще. Но то, что это произойдет как раз-таки в Дагестане, в Махачкале, где было всегда много евреев и добрососедские отношения, это очень никто в это не хотел верить изначально. Тем не менее, это произошло. И мы должны понимать, что как раз-таки это ровно о чем мы говорили вчера в ролике про Эрдогана. Что он попытается поднять флаг джихада. Такого вот общего джихада против евреев, но умеренного. То есть я бы это назвал джихад-лайв. Но всегда мы понимаем, что ситуация может выйти из-под контроля. И вчера в течение нескольких часов собралась огромная толпа. Махачкала это не такой крупный город. Тем более аэропорт находится там сильно в стороне. Махачкала это не такой крупный город. Куда идти? Куда идти? Аэропорты там, они небольшие. Они небольшие на Северном Кавказе из-за местности, из-за топографии. И туда приехали тысячи, тысячи таких вот настроенных, очень резко негативных молодых людей. В основном, которые силой прорвали заграждение аэропорта, саму зону таможенную прорвали. И вышли на посадочные полосы и даже окружальные самолеты, которые там находились. То есть это даже такое представить сложно, потому что аэропорт это защищенная территория, где есть усиленные наряды милиции, бойцов МВД, СОБРа, ОМОНа и так далее. То есть это считается... Любой аэропорт, тем более республиканский, это стратегический такой узел. И мы вчера видели, как вот эта толпа тысячи людей прорвались в аэропорт, тем более у них цель была не совсем понятная. Найти евреев и чтобы что? Зарезать их? Убить их? Что? Нашли бы они этих евреев. Вот. Вот. Поэтому, значит, очень такая напряженная атмосфера. И тут надо понимать, что если Путин умрет, а его состояние... Да, мы знаем, что фейк-ньюс был вот этот вот, что он якобы уже скончался, и это не соответствует действительности. Но, тем не менее, у него есть проблемы со здоровьем. Это все знают. Человек, он, в принципе, в возрасте уже для российского жителя. Это довольно уже приличный возраст. Более 70 лет. И, соответственно, в любой момент инсульт, инфаркт. И действительно, он может уйти. И вот что будет потом евреям в случае смерти Путина? Евреям будет однозначно плохо. Потому что единственный человек, на которого евреям следует молиться, тем евреям, которые живут в России, за здоровье которого надо молиться, это действительно Путин. Потому что президент России, он как раз-таки является самым проеврейским, наверное, правителем России за последние 600 лет. То есть более проеврейского правителя в России не было никогда. То есть я в истории, грубо говоря, от Петра Первого, я не помню другого правителя России, который был бы столь лоялен еврейскому народу, как нынешний президент России, при всех тех негативных качествах, которые есть. Но этот момент надо отметить. И в случае его смерти, физической, да, абсолютно, скажем так, природной, те, кто придут к власти в России, они будут антисемитами. Потому что основной преемник – это глава ФСБ, да, Патрушев, и он же имеет очень много силы в нынешнем правительстве, не в правительстве, а в нынешнем руководстве, да, в Государственном Совете Российской Федерации. Патрушев и его коалиция, его фракция Патрушева, силовиков, да, значит, спецслужбы и силовики, не все, правда. Там еще и Золотов, у них Шойгу, вот. Но, в принципе, у Патрушева самая сильная и самая проникновенная вот такая вот фракция внутри российского истеблишмента вот этого политического и бюрократического кремлевского аппарата. И поэтому Патрушев, конечно же, несет для евреев большую угрозу. И вот тут я хочу зачитать сообщение, которое я получил сегодня утром, буквально час назад. Оно на еврите, оно короткое, я его прочитаю, сразу переведу. То есть человек, который мне это сообщает, это высокопоставленный, ну, до недавнего времени, высокопоставленный сотрудник израильского министерства иностранных дел, который в том числе работал и в Москве. И он даже работал немало лет, и, в принципе, обстановку в России знает очень хорошо. Очень, несмотря на то, что он не русскоязычный, он ивритаязычный, но он занимался как раз-таки очень хорошо осведомлен социальной, политической, скажем так, обстановкой в России. Вот. И он пишет здесь, что Он пишет, что Министерство иностранных дел Израиля не хочет на данном этапе опубликовать официальное объявление, значит, объявление предупреждения Азгара для израильтян и евреев, находящихся в России, срочно покинуть территорию России. Не хотят они этого делать, чтобы чтобы не возбуждать лишний раз, значит, ненависть и антагонизм в Кремле. И, соответственно, ухудшить без того сложную ситуацию внутри России. Сложно я имею в виду, что антисемитский вот этот накал, он сейчас очень сильно развивается. Поэтому наши российские евреи, которые еще сомневаются, но имеют прямо сейчас такую возможность в течение ближайших дней, в течение ближайшей недели собрать вещи и в срочном порядке покинуть Россию, сделайте это немедленно, не откладываясь. Потому что у Израиля не будет никакой возможности вас эвакуировать. Вас очень много. На сегодняшний день евреев и израильтян в России находятся порядка 70-80 тысяч. Плюс семьи. То есть это мы говорим где-то порядка 130-150 тысяч человек в общей сложности. Это очень большое число. И Израиль не сможет вас эвакуировать, если начнутся массовые погромы. Если Путин внезапно скончается, наступит вакуум власти, то вы можете попасть под раздачу. Тем более, тут есть второй очень важный момент, о котором я разговаривал тоже со своим знакомым. Он тоже израильтянин, нерусскоязычный, бывший военный, в высоком чине. И он сказал такую важную вещь, что в случае начала... Это буквально вчера вечером я с ним обсуждал. В случае начала войны с Кизбалой в Южном Ливане американцы вместе с израильтянами нанесут удар по военным российским базам в Сирии. По базе военно-морского флота России в Тартусе и по базе военно-воздушных иноземных сил Хмеймин. И погибнут тысячи российских военнослужащих и офицеров. Естественно, это вызовет волну ненависти внутри России к евреям. Поэтому до того, как началась война с Кизбалой в Южном Ливане и в Сирии, евреям необходимо в срочном порядке собрать вещи и покинуть территорию Российской Федерации. Если вы не можете напрямую вылететь в Израиль, я напоминаю, что в Турцию лететь уже нельзя в отношении Турции. Министерство иностранных дел приняло уже, опубликовало такое решение, которое предупреждает покинуть израильтян, немедленно покинуть территорию Турции. Поэтому в Турции вы не можете находиться. Срочно покидайте либо в Грузию, потому что с Грузией до сих пор есть с Израилем прямые рейсы, либо отправляйтесь лучше всего, значит, ну в Европу тоже нет прямых рейсов, то постарайтесь отправиться куда-нибудь в Азию. Допустим, в тот же Таиланд, и из Таиланда уже потом прилетите в Израиль. Или Кипр, Кипр это тоже вариант, Кипр рядом с Израилем, Греция рядом с Израилем. Ну или Италия, если у вас есть возможность переехать туда, Болгария. Вот, поэтому незамедлительно пакуйте чемоданы, берите все только самое необходимое, документы, финансовые средства, необходимые вещи на первое время, да, потому что эти кастрюли, сковородки вы потом купите. Это сейчас не время заботиться о барахле. Сейчас идет счет на дни, когда вы сможете последний, значит, вагон заскочить, чтобы покинуть вот этот вот поезд, который вернется в хаос страшнейшего антисемитизма еврейских погромов. Россия возвращается сейчас вот в этот страшный период еврейских погромов XIX века, потому что после смерти Путина наступит неизбежный хаос, и уже сейчас известно, что в Ростове организуются десятки групп вот этих радикальных молодых мусульман. Они не шибко понимают философию, да, там, еврейского вопроса, она их во не заботит. Они сейчас готовятся, собираются в Ростове, выезжают группами по пять-шесть автомобилей в сторону Москвы и крупных городов. У них у всех есть на руках карты, где проживают евреи, улицы, дома, офисы основные, и они там будут ждать нужного момента вот этого часа для того, чтобы сделать вот те страшные вещи, на которые их науськивают. Значит, исламские вот эти радикальные проповедники, которые сейчас встали на сторону Хамаса, ну и там других радикальных организаций, они там еще есть. Вот, поэтому это тысячи молодых людей, это тысячи, буквально речь идет о тысячах, это будут несколько сотен таких групп, которые, скорее всего, будут вооружены как минимум холодным оружием. Они спортивные, поэтому я предупреждаю евреев, чтобы вы потом не выли, что вас не предупредили. Я вас официально предупреждаю, государство Израиль не может этого сделать в силу политических причин, поэтому необходимо передавать информацию вот таким неформальным, прямыми каналами. Вот это то, что я хотел сказать. Спасибо. Это так. Я хотел сказать. Я хотел сказать. Я хотел сказать. Но надеюсь, что услышат вас те, кому нужно услышать голос. Будем надеяться. Те, кто не захотят услышать, это будет исключительно на их ответственности, на их личной ответственности. То есть их собственная кровь и кровь их близких и семьи будет исключительно на их голове. Да, я думаю, что вы здесь, ну, конечно, очень озабоченное такое, знаете, ваше заявление, очень серьезное и, ну, даже для меня неожиданное, надо сказать. Но ситуация вся неожиданная. Мы скатываемся к большой региональной войне. Люди не понимают. Будут сотни тысяч погибших. О чем можно тут говорить? Мы идем к большой региональной войне. То, что происходит в Газе, это всего лишь промо. Это первый акт. Это только вступление. Вот то, что в Газе, это мы еще не увидели ничего на самом деле. Потому что крупная война. Посмотрите на Украину. У вас же рядом есть пример. Посмотрите, что этот год дал в Украине. Сколько жертв. Сотни тысяч. Разбитые города. И то там еще тоже не самый страшный вариант. Самый страшный вариант, он еще впереди. Поэтому люди, беритесь за голову. Они пытаются сохранить. Мне один, я вот в Москве говорил же со своим знакомым буквально сейчас, вот утром, перед нашим с вами разговором, звонком. Да, я с ним созвонился. Он более-менее тоже в курсе ситуации. Он даже сам мне дал какую-то новую информацию. И он говорит, слушай, вот машину не могу продать. Вот у него там дорогая какая-то машина. И он говорит, вот хотелось бы, конечно, продать, а потом ехать. Я говорю, ты нормальный. Ты сейчас думаешь, как лишнее там 8 миллионов рублей это самое взять. О чем ты говоришь? Я говорю, а если ты выехать не сможешь? Если к тебе приедут, ты человек состоятельный, более-менее известный. К тебе приедут, первым делом к тебе приедут. Куда ты потом уедешь? Вот. Ты потом ответишь за все страдания палестинского народа. Я ему так и сказал. Я говорю, ты потом будешь перед ними, перед этими молодчиками отвечать за все страдания палестинского народа. Я говорю, руки в ноги, бери необходимые документы, вещи, ну какие-то ценности наиболее такие, которые можно перевести легко. Вот. И все. Оставь генеральную доверенность на кого-то и сам уезжай. Нечего делать абсолютно. Вот. Какой автомобиль продать? Сколько ты его недель будешь продавать? Ну люди вот в таком состоянии находятся, в каком-то... Я не понимаю. Это когда евреям в Польше вот за несколько дней до входа германских войск в Польшу во время Второй мировой войны, да, Великой Отечественной. Ну для Польши это была Вторая мировая война. И перед тем, как немцы устроили все эти гетто в Варшаве, евреев предупреждали, что вы сидите, бежите на восток. Они говорят, какой восток? Там же Сталин, Советский Союз, там страшное дело. Они говорят, так тут вас точно уничтожат. Их уже предупреждали. Они говорили, не, немцы хорошие, культурные. Ну то есть у евреев, хотя это древний народ, да, евреи древний такой народ, казалось бы, с богатым опытом, но они себя ведут иногда, да, вот из-за вот этого скарба, вот этого вот как-то называется стяжательства материального мира. Да, вот это барахло, барахольщик. Вот, слово точное, барахольщик. Они вот ради этого барахла готовы рискнуть своими жизнями и жизнями своих близких. Ужасно, ужасно. Ну я надеюсь, он меня послушает. И у него действительно есть финансовые возможности даже там в Швейцарию переехать или там куда-нибудь в дорогую страну, там в какую-нибудь Австралию. То есть у него не стоит выбор лететь обязательно в Израиль. Он может и в Америку и куда угодно. Швейцария перестала. Швейцария не открывает банковские счета россиянам и израильтянам. Да, это я в курсе. Да, ну там у некоторых евреев есть богатых очень там. Ну да, проблема. Швейцария, конечно, сейчас проблема. Поэтому я говорю, хоть в Австралии. Уж в Австралии относительно спокойно. Правда, это оторвано. Канада, Австралия, какие-то штаты в Соединенных Штатах. Я бы лично в Соединенные Штаты не поехал. Это другой конец мира. Это другое время. Ты получаешься оторван от всех своих контактов, близких, знакомых. Но это совсем другая жизнь. Это фактически как на другую планету улететь. Мне предлагали, кстати, в Аргентину. Но тоже. Аргентина это как бы, ну, другое временное. Мы помним Аргентину по черным полковникам. Ну, там уже нету черного полковника. Как это нету? Там все потомки остались. Они очень-очень ждут возможности. Злобные, да? Злобные. Ну, очень хорошо. Вы знаете, кто хорошо к Израилю относится? К Израилю относятся две латиноамериканские страны. Это Эквадор и Гватемала. Даже не знаю, почему, но в Эквадоре очень вкусно какао. То есть там хороший вкусный шоколад, какао. И Гватемала – это хороший кофе. Поэтому вот кто хочет экзотики, может в Эквадор и в Гватемалу. Вот скажите, Ариэль, смотрите, кроме всего прочего, почему так получилось? Давайте просто порассуждаем, поймем. Вот началось это в Израиле. Хамас, Израиль, Палестина – так далеко от России. И вдруг бах, и Россия. То есть сегодня евреи, ведь только-только евреи все бежали из Израиля. А сейчас так складывается обстановка, что евреям из России никак не затронуло их Хамас. Приходится бежать куда? В Израиль? Куда им еще бежать? Ну, получается… Кстати, мне вот то, что вы сказали, только что написал еще один знакомый. Я извиняюсь, я получаю буквально каждые пять минут сообщения. У меня три тысячи контактов. Вот. И там, короче, я постоянно в этих сообщениях. И мне вот один человек, тоже мой хороший знакомый, он мне так и написал в ответ. Самое смешное, что Израиль, оказывается, это самое безопасное место для евреев. Да, одним предложением он написал. Бесов, Меденат, Исраиль. В конце государства Израиль. Страна самая безопасная. Ну, имеется в виду для евреев. Вот. Хотя тут идет война. Но это так и немножко не так. Дело я вам объясню. Это очень важный момент. И россияне. То есть евреи из России. Не россияне, а евреи из России. И евреи из каких-нибудь США или Англии или Франции. Которые переезжают в Израиль. Вот недавно, в последнее время. Я сейчас говорю, вот за последние там шесть лет, скажем. Шесть-семь лет. То есть они в шоке от Израиля. Им в Израиле очень тяжело. Вот все евреи, которые приехали из Москвы за последние два года, особенно, с началом конфликта в Украине. Да, таких приехало шестьдесят тысяч человек в общей сложности. С Украины и из России. Шестьдесят тысяч. Ну, из России большинство. То есть из России это где-то сорок с чем-то тысяч, сорок две тысячи, сорок три. И где-то там 15-16 тысяч приехало с Украины. Вот. Они в шоке от Израиля. Потому что Израиль очень тяжелая для жизни страна. Во-первых, очень дорогая. Мы намного дороже Америки. И мы намного дороже Европы. То есть по ценам Израиль это точно как Швейцария. Вот в Европе две дорогие страны. Это Швейцария и Норвегия. Норвегия тоже очень дорогая. Вот. Из-за налогов высоких. И Израиль по ценам это точно как Швейцария и Норвегия. Поэтому жить здесь очень дорого. Это первое. Второе. Здесь все-таки тяжелый климат. Люди, которые привыкли жить в Москве, в Киеве, в Санкт-Петербурге и других крупных городах России, да, и той же Европы. Они как бы в Израиле страдают физически. Потому что, ну, вот эта страшная жара, высокая очень влажность, постоянные кондиционеры, ты простуживаешься из-за непривычки. Ну, это очень тяжело. Это второй момент. То есть момент климата, он действительно важный. И третий момент, который тоже он в Израиле ярко выражен, уж точно не как в Швейцарии и других странах Европы. Здесь ужасная скучность населения. Ты идешь, когда в Тель-Авиве по улице, мало того, что жарко тебе, и ты есть мокрый, ты еще локтями все время расталкиваешь людей. Здесь все кафешки полные, здесь все магазины полные, здесь толпы народу все время. Очень скучная страна. Пространства мало. Плотность населения в Израиле очень высокая. И это тоже очень тяжело. Поэтому те, кто планирует ехать в Израиль, они должны вот эти все вещи понимать, что здесь будет им сложно. Некоторые это переносят нормально, но большинство от этого страдают. И потом через полгода ищут другую страну. Поэтому если вам комфортно. И я тут хочу сказать следующее. Если у кого-то есть, конечно, какое-то, вот они хотят посоветоваться, пусть они связываются с вами. Все ваши контакты есть в каждом ролике. Вы потом можете их перерисовать мне при необходимости. Мы им поможем, проконсультируем, в какую страну, возможно, для них будет оптимально переехать. И вообще, что делать, как правильно переехать. Это отдельно как бы можно обсудить. И я очень многим такую информацию, в принципе, давал раньше, много лет уже, и продолжаю там советовать. И многие как бы воспринимают это очень хорошо, потому что им потом это экономит много сил, нервов, денег в том числе. Вот, да? Поэтому ситуация сейчас очень неоднозначная, куда ехать. Но ехать надо. Неважно, куда, но ехать нужно. То есть нельзя просто оставаться в тех местах многим людям. Вот я хотела, пока у нас еще немножко есть времени, хотела напомнить вчерашний сюжет все-таки по Дагестану. Непонятно мне было, что произошло до конца. Объясню, в чем мои сомнения. Приземлился самолет с еврейскими семьями из Израиля, да? Приземлился в Дагестане. Конечно, заранее все уже кто-то знал, кого оповестили с тем, чтобы они прибежали. Потому что это была организованная толпа. Это не было спонтанное, это не было случайное, не стихийное бедствие. Это была организация заранее. И я не верю ни в какие Соединенные Штаты. Я знаю, что если такая организация была, то это были только службы, которые были заинтересованы. То есть это внутри российские службы. Никаких Соединенных Штатов там не может быть. Ну, конечно, это очень мелко. Я к тому, что начали уже говорить, что какие-то иностранные агенты подняли эту толпу. Нет. Но что меня интересует другое. Приземлился самолет полный еврейских семей. Куда они все делись? Вот эти вот приземлились. На борт, быстро все на борт. На борт, быстро все на борт. О них не слово. Я сегодня только... Я вам скажу. Тут был специально напущен туман. Дело в том, что даже я не могу говорить всего того, что я знаю. Я кое-какой информацией обладаю, но тоже не сильно больше того, что есть. Дело в том, что Израиль сразу почистил информацию в интернет и как бы официально заявил, что якобы среди всех пассажиров вот этого спецрейса, а это был спецрейс, потому что не существует регулярных рейсов в аэропорт Махачкалы. И вообще, кроме Москвы, сегодня не существует никаких регулярных рейсов. В Москву есть несколько рейсов в неделю. Поэтому это был спецбор. Как я и сказал в начале, много евреев в Израиле, порядка 20-30 тысяч, они выходцы из Дагестана. Даже больше. С семьями сегодня это где-то порядка 60 тысяч человек, которые родились там. И многие из них сохранили, во-первых, российское гражданство. Во-вторых, сохранили свои квартиры и дома. Они некоторые продавали, некоторые не продавали. Поэтому у многих евреев, живущих в Израиле, действительно, в Дагестане есть квартира, у них есть паспорта. И бабушки с дедушками, да, вот те, которые приехали из Советского Союза в начале 90-х и чуть позже, они решили, значит, действительно на период вот этой войны взять, допустим, внуков и отправиться на свою историческую. Ну, не историческую, а на свою малую родину. И переждать там. Да, есть же люди, которые с севера, юга страны. Вот. Они действительно взяли внуков и хотели, значит, я знаю, что... Ну, ладно, это не важно, вот эти детали. В общем, да, был спецрейс, был спецрейс. Там были не только евреи на этом борту. Это так. Вот. Но были там и евреи, вот реально там какие-то бабушки, дедушки, мамы с детьми, которые просто поехали от войны к себе на малую родину, чтобы там провести какое-то время. В некоторой съемке, да, я видела, что там как раз женщина с младенцем на руках стояла. И вот как идет на тебя мчится разъяренная толпа. Несколько там сот человек даже, да. Сначала говорили 300, потом 500, потом 1000. И вот что я сегодня утром увидела, какую новость, что все-таки 20 человек госпитализированы и пострадали. И двое из них в тяжелейшем состоянии, но это значит присмерки, да. Но это не из пассажиров, нет, это не из пассажиров, это вот было противостояние силовиков, которые уже подъехали в аэропорт. Во-первых, там было не 300 и не 500 человек. По видео, которое я видел, там было несколько тысяч. То есть, может быть, там тысячи полторы-две было. То есть, это большая толпа, я умею проводить вот эту оценку визуально. Значит, соответственно, потом там было несколько волн вот этих вот. И потом были серьезные противостояния с силовиками. Там пострадал один силовик, по-моему, в него камень попал в голову. И один из протестующих, когда их уже начали сильно заламывать, тоже там спецсредства начали применять. Вот, и он упал, что-то там ударился тоже головой или что-то такое. Вот, поэтому, да. Но я еще раз говорю, вот этот сам факт толпы, фактор толпы, страшный фактор толпы. Вот мы все удивляемся, как Хамас мог убивать маленьких детей, женщин вот сжигать, людей живем. И, понимаете, это все происходит в психозе. Происходит психоз. Толпа находится... Это точно так же происходили все еврейские погромы, о которых мы слышали там в Украине, в Молдаве, в России, в Белоруссии. Вот эти в Польше еврейские страшные погромы, которые происходили. Это именно так. Это бывшие соседи, которые попадали в состояние вот этого дичайшего психоза. И они просто готовы были живьем людей разорвать. И поэтому я говорю, если бы они, вот эта толпа ворвалась, и увидела бы евреев, это могло очень плохо закончиться. Это могло действительно очень плохо, страшно закончиться. Я совсем уверен, что Россия не хочет таких кадров. То есть у меня нет как бы сомнений в том, что Россия в целом, как Россия, как в целом власть, как в целом народ России, он таких жестоких кадров абсолютно не хочет этого видеть. И, конечно же, население того же Дагестана, я уверен, 99%, оно, естественно, против такого дела. Они сами все были в шоте. Вот, и уже многие выступали, и простые люди на улицах говорили. То есть они полностью в шоке. Но вот именно так работает социальная инженерия. Люди должны понимать, что сегодня вот эти спецслужбы, радикальные всякие ячейки, тайные ордена, которые во всем этом участвуют, в этом участвуют не только спецслужбы, в этом участвуют еще абсолютно закрытые структуры, которые обладают психотропным оружием, психотропным оружием, специальными методами социальной инженерии, которая позволяет манипулировать сознанием людей при помощи специальных волн, ультразвука, специальных световых сигналов. То есть это целая-целая страшная система. Это люди столкнутся в ближайшее время с тем, с чем они никогда в своей истории не сталкивались. Потому что сейчас есть технологическая возможность вот этого жесткого воздействия на людей, на психику людей через телефоны в том числе, через 5G, вот эти ретрансляторы. Там стоят, значит, небольшие СВЧ-элементы, которые могут создавать вибрационные такие поля, и человек в этих полях начинает сходить с ума. И тогда его, ну как бы не сходить с ума, он погружается в такую стресс, тяжелейший стресс. И тогда можно манипулировать его сознанием. Он впадает в такой животный страх. И человек, который находится в этом животном, в полуживотном состоянии, его можно сподвигнуть на радикальные действия. Вот это важно понимать. Поэтому условия, я хочу дать одну очень важную рекомендацию. Постарайтесь избегать толпы. Что бы ни случилось, если вы видите, что вокруг вас начинает самообразовываться, самоорганизовываться любая толпа под любым предлогом, старайтесь немедленно покинуть эту территорию. Спасибо, Ариэль, спасибо. Спасибо за ваш совет и за ваше обращение. Надеюсь, это ведь не только для евреев. Это всем людям должно быть понятно, что происходит. Потому что, когда бьют евреев, и всем другим попадет также на орехи. Лес рубят, щепки литя. Всего хорошего. До свидания.